Всем привет! Я подготовила для вас психологический тест, который будет интересен всем, кто хочет узнать о себе немного больше. Тест Сонди разработан венгерским врачом и психологом Леопольдом Сонди в 1930-е годы. В процессе клинической работы он обнаружил определенную закономерность, которая подчиняется избирательность человека в общении с окружающими. Предположив, что неосознанное влечение к подобным себе лицам имеет генетическую обусловленность, и базируясь на психоанализе Зигмунда Фрейда, Сонди разработал концепцию судьбы анализа. Посмотрите на портреты этих восьми людей и выберите того, кто вас больше всего пугает или вызывает отвращение, а после не забудьте поделиться результатами в комментариях. Если вы определились, то сейчас я вам расскажу, что обозначает выбор каждого из портретов. Вы выбрали лицо садиста, это означает, что вы скорее всего подавляете в себе некоторые детские воспоминания, связанные с авторитарностью в вашем поведении, потребностью доминировать и склонностью к плохим намерениям. Если вы выбрали изображение этого человека, значит вы бессознательно подавляете какое-то свое поведение в прошлом, которое по отношению к другим людям, было оскорбительным и унизительным, вы подавляете свое диктаторство. Сегодня вы безобидное и мирное существо, которое готово прийти на помощь другому человеку. Однако вашему руководству трудно с вами работать, потому что если вы не хотите что-то делать, вас невозможно заставить, вы всегда будете создавать препятствия для выполнения того, чего не хотите. Вы выбрали лицо эпилептика, когда мы говорим о нарушениях личности, связанных с неправильной работой мозга, его дисфункцией и повреждениями, некоторые диагностические особенности включают в себя импульсивность, раздражительность, вспышки гнева и агрессии. Если этот джентльмен вызвал у вас отвращение и страх, то скорее всего, в своем раннем детстве ваше подсознание подавляло в вас гнев и импульсивность. Сегодня вы вполне добрый и милый человек, который может легко наладить контакт с окружающими. Вы дружелюбны и кротки, создаёте впечатление ответственного человека, умеющего держать себя в руках. Вы стабильны в своих чувствах и легко связываетесь с людьми, идеями и объектами. Однако вспышки гнева и необъяснимая агрессия в вашей жизни имеют место быть. Вы выбрали лицо кататоника. Кататония – это психическое расстройство, характеризующееся чрезмерной стимуляцией воображения, отчего человек становится болезненно возбужденным. Также отличительной чертой этого психического расстройства является негативизм. Если этот мужчина вызывает у вас негативные чувства, возможно вы вынуждены подавлять свою умственную гиперактивность, иначе есть вероятность потери связи с реальностью, если не уйдёт в бессознательное. Сегодня вы склонны придерживаться стереотипного поведения, не любите инноваций каких-либо перемен. Возможно вы робкий и не очень уверенный человек, которому приспособиться к новым обстоятельствам крайне сложно. Ваш самый большой страх – это потеря контроля над собой. Когда вы защищаете себя, вы бываете жёстким человеком, который никогда не отклоняется от кодекса поведения. Вы выбрали лицо шизофреника. Если этот бесстрастный взгляд и необычное лицо вызывает у вас страх, то вы возможно подавляли или продолжаете подавлять чувства безразличия к другим и уход от реальности, а также безразличия к вещам и событиям, которые случались с вами в раннем детстве. Сегодня вы вероятно вполне общительный человек. Вы верите в силу общения между людьми и стараетесь быть социализированным, часто вы ходите в люди. Но возможно в вашем случае общительность вводит в заблуждение, потому что зачастую она скрывает изолированного человека, который живёт с чувством, что он одинок. Ваши отношения могут казаться безличными и поверхностными, как будто им не хватает настоящих чувств. Глубоко внутри вы, вероятно, чувствуете, что вам не нужны другие люди и сосуществование с ними, и вы вполне можете жить одни. Вы выбрали истерическое лицо. Некоторые отличительные черты истеричных людей – поверхностные нестабильные эмоции, нарциссизм и эксгибиционизм. Если эта странная дама с тяжёлыми веками пугает вас, то возможно вы подавляли или продолжаете подавлять ненасытное желание привлечь к себе внимание и утолить жажду одобрения. Сегодня вы производите впечатление скромного человека, сильно интровертированного. Однако на самом деле, даже если вы и кажетесь застенчивым и спокойным человеком, внутри вас живёт непреодолимое желание очаровывать других. Вы тщательно следите за своей внешностью и поведением, вы всегда стараетесь выглядеть элегантно и быть хорошо одетым человеком, дополняя свой образ аксессуарами, которые привлекают других. Такие люди, как вы, часто выбирают экстравагантный вид деятельности или необычные хобби. Вы выбрали депрессивное лицо. Отсутствие чувства собственного достоинства, наличие чувства неполноценности и вины – это основные симптомы депрессии. Поэтому если портрет этого человека вызывает у вас неприятные чувства, то вполне вероятно, что вышеперечисленные симптомы ваша личность имеет, но держит их под контролем. Сегодня в большинстве своём вы беззаботный и общительный человек. Вы всегда в движении, полны оптимизма и уверенности, но зачастую так вы ведёте себя на людях. Дома или наедине с собой вы нередко грустны и апатичны, у вас случается синдром грустного клоуна. В такие моменты вы становитесь подозрительным и угрюмым. Часто, чтобы спрятаться от тревожных симптомов, вы выступаете в роли психолога для кого-то, начиная искать пути решения чужих проблем. Вы выбрали лицо маньяка. Некоторые особенности маниакальности человека – это чрезмерная экстраверсия, чрезмерная стимуляция, переоценка себя, а также пустая трата денег и эмоций. Если это лицо вам неприятно, это вероятно означает, что внутри вас есть какое-то волнение, которое, если его не контролировать, может превратить вас в маниакального фанатика. Сегодня вы, вероятнее всего, человек, который не хочет провоцировать окружающих своим поведением. Вы не любите шум, крайности и излишества. Вы являетесь достойным примером разумных ограничений, полномочий и мер. Будучи логичным и экономным, сегодня вы демонстрируете полностью контролируемое поведение. Однако если вы слетите с катушек, то окружающим мало не покажется, транжерство, перевозбуждение, переоценка собственных сил. Вы выбрали лицо с диссоциативным расстройством личности. Возможно в детстве, вы подавляли проблему своей личностной идентификации, а также с гендерной принадлежностью. Сегодня, если защитный механизм отрицания сработал, вам возможно нужно постоянно что-то делать, чтобы подтверждать свой пол. В этом случае ваше поведение, манера и внешность показывают то, что вы настоящий мужчина или настоящая женщина. Если вы мужчина, то вы скорее всего эксплуатируете образ настоящего мачо, а если вы женщина, то вы вероятно всегда стараетесь выглядеть женственно и часто флиртуете, чтобы привлечь мужчин. Вы отлично справились с тестом, надеюсь вам понравился такой вариант тестирования, обязательно делитесь своими результатами в комментариях и делитесь с ним со своими друзьями, давайте вместе узнавать новое и не забывать про себя.